человеку, который все это создал, человеку, от которого все это и пошло. И именно эта среда создана благодаря ему, его настойчивости, его видению, его пониманию, как это будет работать в будущем. Человек, которому я бесконечно восхищаюсь, учусь, это мой наставник, мой друг. Короче, это очень крутой человек, которого я очень люблю. Это Валентин Воинов. Давайте его поприветствуем. Всем Валям тебе слово, и ты завершаешь наш сегодняшний водный марафон. Друзья, всем привет, всем привет-привет. Очень рад вас всех видеть, и очень рад, что у нас такая какая-то царит невероятная энергия здесь. Давайте всем передадим вот такие пятюни. Просто пятюни. Раз мы не можем обняться, давайте вот так вот. Пошло, чувствуете? Прям горячо, прям очень горячо. Ну что, я думаю, что вы разобрались в том, как устроен. Я думаю, что вы разобрались. Наташа, помогай мне выключать микрофоны, которые включены. Вы разобрались в том, что у нас есть... Мы потихонечку готовим вас от простого к профессиональному. Что сначала вы что делаете? Вы учите звать людей на вебинары, на вебинары к эксперту. Вы понимаете, что какая разница звать людей куда? На вебинары к эксперту или на вебинары к своему спонсору? Ну то есть это же, в принципе, одно и то же. Вы начинаете уметь взаимодействовать и брать обратную связь от этих людей. Вы научаетесь коммуницировать с людьми. Вам не страшно, потому что за вашей спиной есть эксперт. И вам не стыдно сказать ему, деньги давай. Но не потому, что вы ему впарили продукт, а потому что он столько ценностей получил на вебинаре, что он не спрашивая готов будет покупать. Более того, он будет покупать не просто там одну баночку, а, как говорил Наташа, он будет покупать комплекты, скорее всего, для себя и своей семьи. Я для вас подготовил презентацию. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Так. Друзья, скажите, пожалуйста, видно ли вам мой экран? Наташа, скажи голосом, потому что я не вижу ничего. Да, Валь, все загрузилось, видно. Спасибо. Итак, друзья, смотрите, я предлагаю вам сфокусироваться над тем, чтобы удвоить свои KPI. Что я имею в виду? Смотрите, с точки зрения продаж и зарабатывания есть только три возможности. Возможность первая. Продавать большему количеству клиентов, чтобы стало больше клиентов. Ну, было, например, два клиента, стало четыре. Второе. Продавать в одни руки большее количество продукта, увеличить свой средний чек. Допустим, мы продавали раньше по одной баночке, а теперь будете продавать по две баночки в одни руки. Допустим, и Extra, и еще Stone, и еще Санитайзеры наши, может быть. Так, чтобы лечить в два раза ровно. Третье. Раньше у вас клиенты покупали, например, раз в месяц, а дальше, а сегодня будут покупать раз в две недели. То есть, получается, я бы предлагаю вам вот тот челлендж, который я запустил в своем инстаграме. Кстати, смотрите, пожалуйста, мои сторисы в районе с 8 до 9 утра, и мои прямые эфиры где-то с 4 до 5 дня по московскому времени. То есть, я с вами там взаимодействую. Всем, кому нужна энергия, какие-то подсказки, какие-то хинты. Если вы удвоите каждый из этих KPI, что у вас будет? 2 умноженное на 2 умноженное на 2. 8. То есть, по большому счету, вы увеличите свой бизнес в 10 раз за месяц. За месяц. Поэтому, обращайте внимание все, что мы будем делать на эти вещи. Посмотрите, исследуйте, запишите, вспомните, посчитайте, какие у вас были вот эти цифры до сегодняшнего момента в среднем по месяцу. И будем, друзья, их удваивать. Что я предлагаю вам? Все люди, которые только-только еще вошли в компанию, которые еще толком ничего не зарабатывали, я предлагаю вам поставить себе цель заработать 20 тысяч в апреле. 20 тысяч на продажах в апреле. Если вы пришли и у вас уже есть люди, которых вы привели, которые новички, допустим, пришел, ты в бизнес и на этом марафоне у тебя есть два партнера, которые пришли, вот они только-только еще учатся продавать. Значит, какая цель? Твои люди зарабатывают по 20 тысяч и ты тоже зарабатываешь 20 тысяч на рознице. То есть, я бы вам предложил взять вот это как некую среднюю цель. Что такое 20 тысяч, друзья? Посчитайте сами. Если вы продаете, например, комплект, состоящий из четырех продуктов, ну вот сегодня все семьи сидят дома. Допустим, там сидит мама с мужем, у них какой-то, допустим, ребенок есть и может еще бабушка с ними живет. Ведь правда, этой семье можно продать четыре продукта хотя бы. Может быть, там пару экстры, один наш стон и там несколько штук санитайзеров. Вы зарабатываете с такой одной сделки, с такой одной сделки минимум две тысячи. Может быть, даже три. Может быть, даже четыре. Таким образом, я хочу, чтобы вы привлекли за вот этот месяц, апрель, себе новых клиентов или тех, которые покупали давно и не покупали по стольку, по многу, примерно что? Пять или десять клиентов, чтобы с каждого клиента вы зарабатывали себе по две тери, по каждой сделке по две тери четыре тысячи. Идем дальше. Что нам очень нужно? Нам очень нужно, друзья, чтобы вы создавали свои кейсы. То есть, одним из KPI успеха марафона и то, за что вы будете получать максимальные оценки, это ваши кейсы продаж. То есть, что такое кейсы? Вам будет выдано форма, как свой упаковать кейс, что там, ролик одноминутный снять, что там нужно написать, что вы кому написали, что сказали, какие были вопросы, как вы ответили, как вы использовали какие-то чат-боты, как вы использовали инструменты с прошлого марафона, как вы использовали с 3-4-2-1 или как вы использовали наш эксперт-ланч. То есть, вы описываете то, как вы продали. То есть, вы прямо рассказываете такой рассказ, который понятен. И важно, чтобы в этом рассказе вы продавали что? Как бы продавали не одну баночку, а вот такие кейсы по 3, по 5, по 10, может быть, по 20 продуктов в одни руки. И мы таким образом соберем огромный кейсариум, И у нас будет база этого кейсариума, и вы сможете потом после марафона иметь доступ к этому кейсариуму и по этим кейсам учить как себя, так и других людей, как продавать онлайн много. Друзья, вот вам, я вам рекомендую сделать скриншот этого текста. Это то, как сегодня эти фразы согласованы с компанией. Эти фразы согласованы с компанией. То есть сегодня мы позиционируем наши базовые линейки, не то, что это просто энергия и здоровье, и анти-эйдж-эффект в будущем. Мы сегодня позиционируем, что это иммунитет. И в ваших коммуникациях, в онлайн, когда вы что-то пишете, когда вы снимаете ролики, когда вы снимаете сторисы, когда вы создаете, например, голосовушки или когда вы онлайн-коммуникацию совершаете, там должны быть вот эти смыслы. Там должны быть вот эти смыслы, что всего лишь 2 мл концентрата Т8-экстра, то есть 2 пипетки по сути, там полстакана или стакана воды, вам уже дают естественный иммунитет, усиление естественной иммунной защиты. Вот мы не говорим, что конкретно от коронавируса, мы говорим, что от сезонных вирусных инфекций. Подразумевается, что это от вируса в том числе, потому что корона недоисследована еще. Что еще дает эта история? Она дает увеличение производства интерферона, как главного компонента для нашего иммунитета. Что еще дает наш продукт? Он дает предотвращение преждевременных повреждений клеточных мембран из-за воздействия свободных радикалов. Как вы понимаете, чем клетка сильнее, чем она работоспособнее, чем она работает в балансе, тем точно она работает лучше с точки зрения иммунитета. Естественно, она насыщает ткани кислородом, она защищает клетку печени от токсинов окружающей среды, в том числе при курсовом лечении препаратами и антибиотиками. То есть сегодня люди, которые, к сожалению, попали вот в эту зависимость, что они делают? Они лечатся антибиотиками, убивая свою печень. И, получается, наша тайга, она будет способствовать тем, что эта печень будет восстанавливаться. То есть лечение можно что? А? Продлить, В? Сделать более эффективным. Ну и, конечно, она дает прилив энергии, работоспособности. Ну и от себя добавлю, это то, что касается положительного такого, знаете, настроения. То есть ты не ждешь, ну когда сейчас на меня свалится вся эта дурня, и она меня там куда-то загонит, скрючит. Нет, у вас нормальные позитивные отношения, как у тех, кто сегодня выступал, и вы понимаете, что это хорошее отношение заразное. То есть не вирус заразен, а хорошая энергия заразна, можно ей делиться. Едем дальше. Ребят, вы все сегодня понимаете, что у нас в тайге идет просто бурнейший рост. Просто бурнейший рост. Наша задача – это демонстрировать. То есть мы разным способом показываем свой рост. В социальных сетях, в разговорах, в постах. И вот то, что мы с вами говорим, умножая ваши KPI. Ребята, пишите об этом, рассказывайте об этом, как в частных встречах, так и внутри. Насколько вырос ваш бизнес? На 18%, на 800%. То есть берите прям KPI и скажите. И у меня было 2 клиента, стало 6. И я вырос на 300%. Я заработал на розничных продажах просто на месяце 2100 рублей. В этом месяце заработал 8900 рублей. Это нормальная история, и мы создаем эти вещи. Показываем рост, не стесняемся. Дальше. Ребята, сегодня многие люди, кто работал в офисах, и сегодня там нет, мы сегодня уже поняли. Сегодня многие предприниматели, у которых был бизнес, связанный с контактами людей, испытывают большие проблемы. А обязательно рассказывайте, что мы работаем 100% онлайн. 100% онлайн. И поэтому приглашайте их на онлайн-встречу, на эксперт-ланч, или с вашим спонсором, или куда угодно, для того, чтобы они увидели, как это мы можем делать, как мы хороводим там уже сотнями людей. У нас там сегодня 2,5 сотни подключений, и мы планируем, что это будет уже до 5 сотен, или до 10 сотен, как говорил Михаил. И пусть они посмотрят. Пусть они увидят, как мы делаем 100% бизнес онлайн. Пусть они подглядывают эту историю. Что еще, ребят? Нам очень важно, и вам очень важно, находить, как я сегодня рассказывал в сторисе, фокусировку на работе. Обязательно фокусировку на работе. Нам нужно, чтобы вы находили обязательно дома место и время, какой-то уголочек. Может быть, закрыли на кухню между едой. То есть надо же, чтобы было сколько там, 16 часов между едой у людей, кто на ЛСИЧ. Закрылись, не беспокоились. Не надо стрематься. Сделайте табличку. Знаете, как вот было на фильмах, ты смотришь в Останкино. Осторожно там, не шуметь, идет съемка. Так же вы. Я работаю, не мешай. У меня вебинар, у меня коммуникации. Одевайте какую-то нормальную одежду, чтобы это не было в халате. Убирайте свои незасланные постели. То есть делайте так, чтобы вы могли фокусироваться на работе. То есть вы ходите на работу. Но не в офис, а в виртуальный офис. В виртуальный офис. Вы можете сидеть в трусах или, может быть, даже без трусов. Но у вас рубашка должна быть нормальной. Ну, то есть у вас должно быть что-то там с волосами и с макияжем. И поэтому, что делать? С утра я провожу сторис. Зачем? Ребята, это бизнес-зарядка. Делайте очень много чего-то такого, что вас бы возбуждало. Смотрите ролики Тони Робинса, читайте какие-нибудь книжки, приседайте, отжимайтесь. Важно, чтобы вы были заряжены на 100%. Теперь приз. Я думаю, будет ли сегодня приз? А я понял, что это написано в моей презентации. Поэтому не знаю, кто это написал. Но я вам расскажу про приз. Или не надо, ребят? Про приз про это? Про вкусник, да? Это не нужно. Или нужно? Не знаю, наверное, нужно. Ой, потерял. Все. Нету. Ну, приз ушел. Итак, ребят, те ребята, которые 20 человек в личном зачете победят, и те 5 команд, которые наберут максимальное количество баллов, у вас у всех будет возможность, а у тех в 5 лучших командах, привезти с собой одного человека. И, естественно, у модераторов, которые участвуют, тоже могут прийти и привезти с одного человека. Мы с вами после того, как... То есть это лучший, кто пройдет марафон, получит лучшие результаты. Мы с вами организуем 7-дневочку. 7-дневочку интенсив, где я буду с вами работать каждый день по часу, для того, чтобы вы тот результат, который вы получили, вывели еще на следующий уровень. Еще на следующий уровень. Только с лучшими. Только с тем, кому надо. И те, кого, если у вас будет возможность кого-то с собой брать, вы сегодня тестируйте. Если он не попал в топ-20, не попал в лучшую команду, но вам почему-то он нравится, вы чувствуете, что он землю грызет, вы чувствуете, что он правда хочет, отбирайте людей. То есть вы отбираете людей, и здесь отбирается автоматически, кто будет участвовать в суперпризе. Дальше едем. Ребят, маленько-маленько вам нового тренда. Я не могу без них. Это тренд, который мы обсуждали буквально сегодня-вчера. Сегодня происходит тренд поляризации. То есть поляризация – это разделение общества. Люди еще больше беднеют, и люди еще больше богатеют. И я сегодня вам предлагаю закинуть в свою голову мысль. Как вы хотите дальше жить? Вы хотите выходить в полярность, которая минусовая, или в полярность, которая плюсовая? Я, конечно, вам рекомендую выбрать плюсовую, вот эту полярность, и включиться в этот марафон на 100%. На 100%. Возьмите и найдите в жизни себе 3, 4, 5, 6, 10, сколько угодно. Слышали Светлану Войнову? 14 часов в день. 14 часов в день для того, чтобы что? Прорвать и изменить полярность от минуса к плюсу. И немного глубины и вещи. Ребят, сегодня работает очень просто. Если мы фейки, мы никому не нужны. Мы нужны только тогда, когда реально даем какую-то ценность. Сама баночка – не ценность. Сама баночка – не ценность, хотя в ней очень ценные ингредиенты. А ценность – то, как клиент стоит внутри нашего внимания. И мы его окружаем заботой, любовью, вот этим островком счастья и безопасности. Ребят, мы эту ценность создаем из ничего. Из своей энергии, из своего времени, и из своей страсти сделать что-то людям полезное. Я хотел сказать, что такое экосистема, друзья. И вот сегодня тоже об этом говорили. Я хочу, чтобы вы воспринимали нас, что мы не каждый по себе, по отдельности. А у нас у каждого есть своя команда. Наша команда – это такое сообщество, которое мы строим. И вот вы видели, сегодня есть команда Наташина, которая сегодня выступала. Есть команда Олесина, которая сегодня выступала. Команда Мишина, которая выступала. Ребят, это содружество сообществ. И я хочу, чтобы вы сегодня, ваших командах, это ваше сообщество, вы конкурируя, дружили бы друг с другом, обмениваясь этими кейсами. То есть я хочу, чтобы мы с вами были вот этой экосистемой и показывали другим, чтобы это было тем самым маленьким магнитом, чтобы они приходили в наше сообщество, в наше содружество между этими сообществами. Ребята, и тогда мир изменится, потому что сегодня мир сильно жесткий, сегодня мир сильно другой. Мы можем сами нашим вот этим марафоном продемонстрировать миру, кто мы. Это уже некогда рассказывать. И два слова, друзья, про это. Когда был 2008 год и был кризис, в этот момент кризиса я открыл несколько бизнесов. И в этот момент кризиса я искал. И Тайга, друзья, это был предмет как раз кризиса 2008 года. Потому что я был в поиске. И у нас сегодня, как вы знаете, мы первые человеки в компании. И мы благодарны тому кризису 2008 года. Потому что он нас привел к текущему результату. И сегодняшний кризис, друзья, я бы вам предложил отнестись к нему или переотнестись. Какая-то супервозможность. Возможно, вот сегодняшний кризис, это такая же возможность, как у нас в 2008, но это для вас сегодня. Прямо переотнестись к этому. Что нам нужно сохранять? Четыре вещи, друзья. Для себя и для людей. Говорит, мы что мы делаем? Мы сохраняем и работаем со здоровьем. Мы сохраняем и работаем со спокойствием. Мы сохраняем счастье внутри семьи и в наших отношениях, потому что мы вот на территории ограничены. И, конечно, мы сохраняем и приумножаем доход. Сегодня на фоне падающей водохода и стагнации и всего какой-то трэша, ребят, мы работаем над четырьмя этими пунктами. Поэтому, когда вы будете коммуницировать с людьми, говорите про эти четыре вещи. Про здоровье, про спокойствие, про счастье и про доход. Мы активируем. Смотрите, время, место, ситуация. Место. Человек дома. Время. Это может быть утро, это может быть вечер, это может быть ночь, это может быть ситуация. Вы рассказывайте про это. Я качаю ребенка, и что? И делаю stories. Рассказываю про тайгу. Я глажу пеленки. Время там шесть утра, пока ребенок спит. И я что? Пью тайгу. У меня двенадцать часов ночи, а у человека там двенадцать часов дня. Мы на разных часовых вообще континентах живем. И что? И мы общаемся про тайгу. То есть, когда вы будете делать кейсы, пишите про вот эти вещи. То есть, в какой ситуации, в каком месте и в какое время состоялись эти кейсы. Это тоже очень интересно. Потому что сегодня границы настолько стерлись, что сегодня нету времени работы. То есть, нет такого, что мы ходим на работу с восьми до пяти. Кто-то может в два часа ночи встречу проводить, а кто-то утром не может встать, только в двенадцать может начать. Какая разница? Просто про это пишите. Ребят, вот та ситуация, которая у нас происходит, я вам предлагаю еще новые отношения к этому иметь. Вот тут написана эта формула. Лучший способ преодолеть какие-то неурядицы, это начать их лидировать. Я вам предлагаю взять эту неурядицу, которой подвержено ваше окружение, и начать их лидировать вместе с нашими лидерами, которые у нас есть в этом марафоне. И про сотрудничество, ребят. Вы в командах начинаете сотрудничать, и внутри марафона начинаете сотрудничать. Ребят, мы не просто с вами сотрудничаем, собрались вместе, поболтали, такие разошлись. Не-не-не. Сотрудничество, когда вы создали ценность. Помните мой первый слайд? Про ценность. Ценность – это решение. Что делать? Как делать? С кем делать? Ценность – это кейс. Как вы таким образом хитренько поступили или быстренько поступили, что человек купил много продукта. Хитрость – это наше, вернее, сотрудничество – это наши какие-то новые инструменты, это наша с вами общая энергия. Когда, прикиньте, приходит какой-то человек, а там на марафоне 250 человек. Он такой, нифига себе, у меня 250 вокруг тряпок, которые поникли, а у вас 250 там заряженных людей. Ребят, вот это все ценность, и это все сотрудничество. И еще один слайд финальный. Я сейчас закончу презентацию, я скажу вам его в глаза, и через минуту передам слово Наташе. Смотрите, что происходит. Что происходит? У меня есть предложение. Это сейчас будет для людей, которые организаторы марафона неожиданностью полной. Это еще один челлендж, который мне хочется вам предложить. Я хочу попросить об этом подумать организаторов, но возможно, даже если мы ничего не придумываем, я предлагаю сделать вам самостоятельно. Я предлагаю сделать следующий челлендж. Ребята, сегодня мы можем с вами сделать акцию. Я ее точно сделаю. Я хочу подарить продукт кому-то, кто в этом сильно нуждается. Кто в этом сильно нуждается. Может, тот уже, кто заболел. Может, тот, у кого нет денег купить. Может, тот, у которого много детей. Может, тот, который подвержен каким-то историям. А может быть, в больницу его отправить какой-то. Может быть. То есть, я хочу, чтобы мы с вами... Помните, у нас было задание дарить розочки, дарить цветочки. И это было, правда, очень круто. Я думаю, что каждый из вас может подарить столько продукта, сколько он может. Вы можете подарить экстру, но это, возможно, дорого. Вы можете подарить стон, это чуть дешевле. Может, подарить санитайзер. Какая разница? Я предлагаю додумать эту историю, ребят. Миша, я думаю, вы справитесь с формулировкой, как мы это сделаем, ну, вот в одном порыве. И я что-то весь мурашками покрылся. И я хочу подарить и написать об этом. Что мы не те, которые, в смысле, знаете, там, на горе людей зарабатывают. Нет. Не такие мы. Мы ценность создаем. Но мы еще что? И можем помогать. Можем помогать. И я, может быть, даже поставил бы какой-то план. Друзья, 10 баночек продали, не знаю, одну подарили. Может быть, так. Или как вы хотите, не знаю. Сами решайте. Вот такой у меня посыл, такой мой спич. Я, друзья, закончил. Очень рад стартовать с вами марафон. Давайте сделаем этот супер-марафон суперским. Наташа. У меня заработал мозг. У меня начался такой список. Кому я? Чего я? Как я сейчас? Я не знаю, что делать. Короче, давайте я пошла. Я хочу написать уже паре человек. Вот. Мне это очень идея понравилась. И, Валентин, ты, как всегда, зажег и очень важные смыслы передал. Ребят, если что-то еще не сразу, может быть, улеглось, обязательно обдумайте, проговорите. Напишите прямо сейчас важные смыслы, которые вы услышали. Что для себя, с чем уходите прямо сейчас. Напишите в чате, с чем уходите. Что взяли для себя от сегодняшнего вебинара. Важные смыслы. И как вам идея, которую предложил Валентин. Поможем? Пишите. Давайте активно включайтесь. И на этом удвоить KPI. Отлично. Передавать невозможно. Все возможно. Подарю. Круто дарить. Сохранять четыре вещи. Быть на вебинаре. Супер идея. Продукты. Поможем. Удваивать KPI. Сто процентов онлайн. Тем, кто оказывает госуслуги. Да. Выбирайте сейчас. Думайте, куда, кому, каким образом. Давайте зарабатывать на продажах, но при этом будем отдавать. Чем больше будем отдавать, тем больше будем получать. Это абсолютно в моих ценностях, в моей культуре. Я это очень люблю. Транслировать мир в наш рост. Я не успеваю читать. Супер. Молодцы. Спасибо вам большое. Я очень рада. У нас было в пике 253 человека. Все вовлеченные. Я листала страницы. Все максимально с камерами. Ребят, сохранять четыре вещи. Дарить продукт. Показывать онлайн-работу. Приглашать на встречи. Акции по подаркам. Быть активным в соцсетях. Многодетная мама малоимущим. Получила вдохновение. Собрались не поболтать, а собрались создавать ценности. Это самое главное. Активируем время, место, ситуацию. Ребята, мы экосистема. Валентин. Благодарю за смысл и идею. Хух, как тут много всего. У нас есть Айгуля, которая просто вот такой написала список. Надо, чтобы она его сохранила. Айгуля, выложи его, пожалуйста. Отправь мне в личку. Я его скину. Модераторам мы его выложим в нашем чате. Это очень круто. Спасибо вам большое. Ребят, ну что, мы с вами зарядились, мы с вами настроились. Сейчас ловите дзен, сейчас ловите все то, что там заложено. Там невероятно крутые вебинары от Михаила Бажина, которые были в прошлый раз. Учитесь, общайтесь, активируйтесь в соцсети наше все, онлайн наше все. Демонстрируйте, показывайте. Давайте людям помогать и дарить продукт, и дарить возможность. И показывать конкретные инструменты, конкретные механики, как в это непростое время можно защитить свою семью. И не просто купить продукт, но еще и заработать. Поэтому, ребят, мы сейчас с вами просто на лихих конях, на могучих скакунах погнали дальше. И не тормозить, пожалуйста, не тормозите. Все. Это мой вам самый главный посыл. Всех люблю, всех обнимаю. Пока. Я дома сижу, у меня руки обработаны, можно руки целовать. Это сердечки, сердечки, сердечки. Сердечки, ваши сердечки. Так, быстро, тихо. Делаем все сердечки, я делаю скрин. Подождите, я фото включу, господи, дебильный айфон, и как они медленно включаются. Скорее. Подождите, подождите, делаю скрины. Сердечки ваши, пожалуйста, махом все. А-а-а! Листаю, листаю, фотою, фотою. Ура! Огонь! Господи, как я вас всех люблю. Все. Пока-пока.